Друзья, всем привет! После предыдущего видео про динамичный прогрев в бане зимой решила снять пример такой подготовки от начала до готовности и показать вам, как это происходит в реальных условиях. Так сказать, закрепить результат. Кстати, не верьте мне о температуре в 320 градусов из пароиспарителя ПИФ при непрерывной подаче воды туда. На самом деле, там может получаться даже более 400 градусов. В тот же день, но чуть позже успел отснять такие испытания. Итак, 7 января. Баня не топилась с 29 декабря, когда мы ходили с друзьями в баню. Здесь плюс 1 на этом термометре и плюс 2, наверное, плюс 3 под потолком. На улице сейчас минус 10, но до этого были пару дней теплых, где-то было поморознее. В общем, баня в такую температуру держится хорошо. Вода не замерзла ни в бочке на улице, ни в баке здесь внутри. Но под полуком на полу в тазике лед. То есть на полу очень холодно. Вот тут вот с баком у меня капает немножко. Вот такая вот сусулька выросла. Значит, сейчас буду пробовать максимально быстро прогреть баню. Вентиляция была открыта все это время. Сейчас закрою. Время без 22. Поджигаю. Поджигаю снизу с двух сторон. Три полена. Поздравляю ее посередине. В общем, как рассказывал в видео про быстрый прогрев. Шибер сейчас открыт полностью. Когда печка разойдется, я его прикрою. А внутри может быть даже на две трети. В последний раз, когда топил, прикрою на две трети. Но коптилось стекло при этом, конечно, посильнее. Дрова вот кемилки сухие, поэтому разгораются очень быстро. Прям очень быстро разгораются. Даже неожиданно. Вот что значит сухие дрова. Это была экспериментальная фотохапочка. Я их проверял влагомер на этих дровах и высушивал их полностью до конца. Ну, может быть, пару процентов влаги у них осталось. Наверное, не больше. Вот буквально две минуты все уже очень активно разгорелось. Весь дым идет с трубой. Сюда в комнату. Предбанник ничего не валит. Тяга хорошая. Два метра сына. Один этер стартовый. В общем, все оп. Вот такой дымывал из трубы в первое время. Ну вот, 10 минут с растопки уже 9. Все активно горит. Пока шибер не прикрывал. Скоро буду прикрывать. Через 15 минут. Точнее, через 17 минут. Немножко наворок. Вот уже температура пошла вверх. Здесь уже прям чувствуется мощный тепло. Я думаю, что можно уже прикрывать шибер. Ну, пока прикрою на одну треть. Чуть похоже, я его прикрою еще. На камеру мне это не показать. Но за это время пиф уже... Там вот начинает видно, что краснеть. То есть, вверху начинает краснеть. Значит, он уже полностью прогрет. То есть, сейчас можно с него уже получать очень горячий пар. Сейчас я это и сделаю. Так, поставил кружку, которая в среднем подает по 150 миллилитров в минуту. Поставил ее на воронку с отверстием. На воронку, которая ведет в пароиспаритель. Немножко, чтобы не промахнуться. Вот если вода попадает на камни, можно увидеть, что камни холодные. Сейчас включу вспышку. Вот видно, что камни сейчас совсем холодные. Вода на них совсем не испаряется. А пароиспаритель готов испарять. Сейчас вас слышно. Как идет пат. Не знаю, будет ли это видно. Видно даже, что с брусгами немножко вылетают. Сейчас пар вовсю. Идет пар достаточно горячий. У нас с собой нет термопары. Я ее забыл. Но в прошлый раз, когда замерял, получалось даже 320 градусов неприжимно, если подавать. Камень весь сырой. Вообще не испаряет, потому что холодный. А здесь пар вовсе выходит. Сначала про стопки уже, наверное. Вот залил кружку и оставлю ее сейчас испаряться. Ну вот. Вверху уже 20 с небольшим градусов. Температура сейчас будет расти. Здесь 16. Внизу понятно, что еще холодно. Ну, опять же, по 20 минут сначала. Вот через 20 минут дым еще видно, но его уже совсем немного. Это, в принципе, уже нормально. Хотя обычно тут его вообще не видать. Итак, почти полчаса с момента растопки я подкидываю еще, наверное, пару полешек сейчас закину, чтобы более активно все горело. Ну, вот так думаю, что хватит. так полчаса сначала растопки здесь 30 градусов. тоже уже ближе к 30 градусу. Первая партия воды испарилась. Сейчас буду подавать еще камушки сверху, которые вот близко к трубе они уже горячие. Этот вообще еще еле теплый. Тут тоже такой тепленький, но не сильно. То есть, который ближе к трубе они уже прогреваются. Однако, ну, особого тепла из каменьки пока нет. У меня сегодня эксперимент со снятой крышкой. Сейчас буду пробовать как какая будет разница без крышки каменьки. особого тепла пока из каменьки не идет. Вот этот камень вообще ледяной. То есть, вот тут еще очень холодно. Вот как я его облил при наполнении кружки. Так он до сих пор сырый. Нечеточки не высох. Наполняю второй раз. То есть, еще 1,4 декабря. Наполню доверху. Парк не перестает идти. Сейчас пар за счет раскаленной зоны внизу выходит уже довольно-таки горячий. Здесь он смешивается с воздуха. Заходит все это дело. Вся эта паровоздушная смесь заходит под облицовку канамайзера под кожух. Здесь выходит уже прогретый. И вот эта паровоздушная смесь горячая она хорошо прогревает все, что здесь есть в бане. Пока я тут болтал, еще плюс 5 градусов. Итак, вот 40 минут сначала 40 градусов вход по току. Вот, видно, как камера запотевает. Важность большая. Здесь 34. Вторая порция еще пледа испарилась. Вот камень все такой же прохладный, сырой. То есть, камень это будет греться еще долго. баня прогревается. Горение сегодня кстати не столь активное как обычно. Я думаю, что можно было бы разогнать и больше. Ладно, будем наблюдать дальше. Так, через 45 минут подкинул еще вот эти три полежка. То есть, до этого два и сейчас три. Шибер прикрыт на одну треть. итак, ровно час с момента растопки под потолком 55. Здесь еще 42. Ну, на полке на самом деле еще прохладненько. То есть, банька, конечно, еще не готова нагреть, но 55 под потолком есть. Ну, раз уж я пристал к этому камню, вот он сейчас стал не холодный, но это я к тому, что каменка еще, блин, не прогрелась. Ей еще греться и греться. То есть, часа мало для такой камень. Те камни, которые соприкасаются с трубой, они, конечно, уже такие горячие, но я еще могу открыть. Третья кружка выливается воды. Я то открывал, то еще сильнее прикрывал шибер. по-разному пробовал, но в общем сегодня такой активности горения у меня не было. Мне кажется, слишком рано я начал заливать воду сюда и слишком рано прикрыл шибер. Нужно было немножко посильнее изначально раскочегарить, но ничего. Значит, вот уже 60, ой, 57 уже становится так жарковасто, 43 пускай 43 грамот с меня уже течет, здесь влажно, жарко, но в общем сегодня здесь вообще ничего не красота, то есть в самом начале только покраснел пив, я там сразу заливал водой, но у меня ничего больше красоты нигде вообще не видел, ни пив больше красный не видел, никакие трубки далее, то есть сам пив он очень хорошо снимает температуру уже вот там на выходе стопки, когда в него постоянно льется вода и далее температура уже такая не идет, то есть ну вот очень показательна была эффективность этого пароиспорителя, то есть съем тепла на самом выходе стопки. Если бы я его не заливал, как я частенько делаю, то он бы был красный, за ним бы стартовый элемент был красный и вот здесь вот труба не краснеет, но вот таких 60-миллиметровые трубки они внизу чуть-чуть начинают краснеть, это уже прямо на пике, а дальше я никогда не раскощикариваю, потому что это уже слишком много. Ну вот, почти 60, чуть больше часа, пока тут болтал, ну 3 минуты еще прошло, то есть час и 3 минуты 60 градусов, под потолком, реально уже так тепло, ну здесь 44 градуса, видно, что еще вот конденсат на вентиляции говорит о том, что тут влажно и не очень еще прям тепло, но вот еще минут наверное 10 и можно будет заходить на первый прогрев и там уже будет готово, но каменка еще не готова, каменки еще нужно греться, здесь где-то килограмм на 65 камня, ну плюс-минус и ему надо греться ну часа два, часа два в сумме это хорош, температура проделаться надо, а прошел только час то есть камень он очень теплоемкий, мало теплопроводный, быстро его не нагреть, тест я уже делал, так час 05 сначала растопки, я подкидывал пять полешек, сейчас подкину еще еще парочку пущай, горят и так смотрите час двадцать, ровно час двадцать с момента растопки шибер прикрыт наполовину, показать не могу, но пароиспаритель пиф красный, он единственный кто красный, за ним ничего не краснеет, но он красный, несмотря на то, что испарил уже половину четвертой вот этой кружки, то есть у него подается вода, она испаряется и он все равно красный, то есть при наполовину закрытом шибере, при уже разогнанной печи очень высокая температура внутри пифа и он сейчас генерит очень горячий пар, вот я при такой такой ситуации замерял, получалось 320 градусов на выходе пар, значит, что касается температуры, здесь уже 66 градусов, наверху жарко, здесь 50 на полке еще ниже ра, то есть полка прохладненький даже можно сказать, но то, что здесь под потолком уже 67 градусов, уже говорит, что можно идти в баню, здесь вот ну вот камушек уже нагрелся, этот камушек уже нагрелся, ну вот этот раз удача пройдет, каменька полностью прогреется, вот так вот можно греть, быстро греть баню с помощью экономайзера и пароиспарителя, они очень хорошо грели, с плюсом двух по-моему градусов, мы до 67 добрались за час 20, ну и в заключении, полтора часа с момента растопки, 70 градусов под потолком, 54 градуса на уровне головы, заходить, прогреваться уже можно, с пифом можно уже париться, пиф выдает сейчас хороший пар, этот пар можно даже направить в каменку, но каменка еще немножко не дошла, ей еще, конечно, нужно где-то полчасика, чтобы хорошенько прогреться, с кассет сейчас можно получать пар там внутри, вот вдоль стенок топки уже давно все прогрелось, потому что мы очень быстро начали греть, а там не толстый слой камня, там да, а вот здесь вот эта часть, она еще, эта вот часть, она, потому что не догрета, ей бы надо еще дойти, пока тут особого тепла изнутри каменьки не чувствуется, вот от трубы то чувствуется, когда она шпарит, а отсюда, пока я не чувствую, чтобы сильно тепло, эти камни конечно уже прогрелись хорошо, потому что они соприкасаются с трубой, либо лежат рядом с ней и звучение получают, вот эти, которые подальше, они еще пока не прогреться, в бане уже идти можно, хотя у меня баня еще через пару часов, протестировал, попробовал, получилась, сейчас еще потоплю, а потом поеду за семьей, что получилось по дровам, изначально я заложил пять поленьев, одно из них было наколото мелко, одно пополам и три были оставлены крупными, потом я подкидывал три раза, первый раз два полена, второй раз три полена и третий раз еще два полена, итого получилось приблизительно около полутора закладок в малютку ПФ, ну или где-то одна охапка дров, в принципе тоже получилось достаточно экономично, хотя стоит учесть, что впоследствии я еще подкидывал дрова, потому что баня у меня была чуть позже, плюс после помывки перед уходом из бани я подкинул еще какой-то мелочи и не очень хороших дров, для того, чтобы горение снова разошлось и баня лучше просохла, потому что вот этой маленькой пешки для 16 кубов подземной бани недостаточно, чтобы она еще и просушила баню после использования. Еще раз уточню по поводу пика температуры, вот те 550 градусов в трубе, о которых я рассказывал в предыдущем видео, это тот максимум, который может быть достигнут сам по себе приблизительно через час топки при верхнем розжике и при хороших дровах. То есть, когда горение сверху дойдет донизу, в трубе будет приблизительно 550 градусов. Это такой вот ориентир. Либо мы можем ускорить возникновение этой температуры в трубе путем более нижнего разжига. В случае с малюткой мы можем разжечь прям снизу с другими моделями, но снизу, наверное, разжигать не совсем правильно, будет слишком быстрое возгорание большого объема дров. И в том, и в другом случае такая температура в трубе получается, когда в топке одновременно горит и достаточно большая масса угля и достаточно большое количество свежих дров. То есть, одновременно происходит два процесса и угольное и пламенное горение. Точно так же происходит, когда мы подкидываем дрова в топку, но подкидываем не одно полежка, а два, три, четыре полена на имеющиеся в топке угли. Вот в таких случаях в трубе развивается достаточно хорошая температура и пешка хорошо прогревает баню. В случае с сырыми дровами вот эти вот 550 градусов сами по себе и не будут достигнуты. То есть, не будет такого, что вы заложили целую закладку плохих дров, подожгли ее сверху и через час в трубе будет 550. Скорее всего, такого не будет и в топке, и в трубе будет значительно меньшая температура и камни и баня будут прогреваться значительно хуже. В общем, если вам нужно ускорить прогрев бани зимой, пользуйтесь таким способом, он достаточно хорошо работает. А на сегодня у меня все. Всем пока.